МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые во время войны воевали, отдавали свою душу и тело, и вообще жизнь, в конце концов, за нашу страну и Родину. О долге перед Отечеством и роли семьи в формировании положительного отношения к армии говорили на областном родительском собрании, которое проводится четыре раза в год под эгидой Министерства образования Московской области. Подготовка детей к армии начинается именно от родителей, от истоков. От, я повторюсь, физической готовности детей, от их здоровья, от знания истории России, истории своего государства. Все эти слагаемые составляющие, в конце концов, сделают из наших детей настоящих мужчин, настоящих граждан. Для нас служение Родине и службе вооруженных силах Российской Федерации – это почетная миссия. И все инициативы, которые исходят и от президента Российской Федерации, и от губернатора, мы всегда поддерживаем, потому что мы понимаем, что такое любить Родину и ее защищать, потому что члены семей являются в основном из военнослужащих. Возможно, поэтому среди молодежи нашего округа так динамично развивается военно-патриотическая деятельность. Самым активным юнормейцам на собрании вручили благодарности и памятные подарки. Почетными грамотами от военного комиссара Московской области отметили и молодых морских пехотинцев, которые в этом году победили еще и на слете часовых постов на региональном уровне и стали лауреатами по Центральному федеральному округу. Но как получить нужное образование будущим защитникам и в каких структурах они смогут работать? Непосредственно служба кадров нашего управления занимается отбором граждан для поступления в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля. Ближайшее учебное заведение у нас это Московский пограничный институт и Голицынский пограничный институт ФСБ России. Постоянный участник собрания, военный комиссар округа рассказал об условиях службы современных призывников. Они стали комфортнее. Разрешили сон, мобильную связь, шведский стол, добавился ряд других преимуществ. Поговорили с родителями о том, как правильно подготовить своих сыновей к службе в армии. Патриотизм начинается в семье. Безусловно, в каждой семье есть дедушки, бабушки, которые рассказывают своим детям, внукам об истории их жизни, о войне, если хотите. Рассказывают примеры из жизни. Но для меня всегда было важно, я считаю, в семье это безусловно важно, это личный пример родителей. Такой пример должен быть в каждой семье. Это основа нашего безопасного будущего. Патриотические чувства в детях необходимо развивать, убеждены участники собрания. Патриотизм – это любовь к родине, это уважение к родине, к своей стране и к людям, которые живут в этой стране, которые тебя окружают. Ведь патриот – это не только военный офицер или сотрудник федеральной службы безопасности. Это и олимпийский чемпион патриот, оператор комбайна, он тоже патриот, учитель, педагог, он тоже патриот. Все, кто работает именно на благо нашей России. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».